Приветствую вас. Ответить на ваш вопрос можно следующим образом. Во-первых, так. Вы пишите, что у вас нет хобби, ничего с ним не нравится и не интересует. Худя не знаю, как найти себя. Первое, что нужно спросить, это то, а зачем вы хотите себя найти? То есть, если раньше, как я понял, вас все устраивало, то потом что-то изменилось, что вы начали не хотеть себя найти. Ничего. Что вы хотите получить через находение себя? Это первый важный вопрос. Собственно, какая у вас мотивация искать то, что вам интересно? Дело в том, что, видите ли, поиск себя, поиск того, что нравится, поиск тех увлечений и хобби, которые есть у каждого из нас, неизменно связан с творческим процессом. То есть, процесс познания. Процесс познания себя. И если вы будете уделять этому через чур много внимания, то понятно, что ничего не получится. Это первый и важный момент. Так, второй момент касается того, что вы пишите, что ничего с ним не нравится и не интересует. Видите ли, так не бывает, когда ничего не нравится и ничего не интересует. Если подобное происходит, то, скорее всего, какие-то вещи вы считаете для себя недоступными, какие-то вещи вы считаете для себя недостижимыми, а в чем-то вы не уверены в себе. И именно поэтому вам ничего с ним не нравится и ничего не интересует. И чтобы определить для себя, что ли все-таки во мной, необходимо находиться в уединении, то есть, не прислушиваться ко мнению людей, не обращать на них внимания, не позволять им влиять на ваше принятие собственного решения, вместе с тем, прислушиваться только к себе и учиться доверять тому, что вы чувствуете. И вот, если вы будете это делать, если вы будете доверять тому, что вы чувствуете, если вы уберете блоки, которые мешают вам, например, доверять самой себе, то тогда появится негменно, непременно появится что-то, что вас будет интересовать, что-то, что будет у вас вызывать интерес. Далее. Далее вы пишите, что вам ничего сильно не нравится. Если сильно не нравится, значит, что-то все-таки нравится, но не сильно. Вполне вероятно, что реже идет о тех моментах, которые вы для себя не попробовали. То есть, вот вы пока не попробовали, вам это нравится, ну, не так, и чтобы очень уж и сильно. Но стоит попробовать, стоит получить первый успех, то есть, ну, с результатом, и вы удивитесь, насколько у вас будет повышаться интерес. То есть, насколько этого интереса у вас станет больше, насколько вы усилите свой интерес, если будете делать то, что вам нравится, хотя бы чуть-чуть. Потому что интеллект более сильный, он приходит с уверенностью в том, что это ваше. А уверенность в том, что это ваше, не может быть без определенной деятельности в этом направлении. Ну и, естественно, без проработки неуверенности уже субъективной, то есть того, в чем вы сомневаетесь сами в себе. И, соответственно, если вы сомневаться не будете, то и уверенности у вас будет больше, значит, и желание что-то делать тоже будет больше. А это, в свою очередь, значит, что и результат не доставит себя ждать. А значит, и интерес ваш в той или иной деятельности будет повышаться. На первых порах всегда есть сомнения в том, что получится, не получится. На первых порах всегда есть сомнения в том, ваш как или нет. Но нужно пробовать, нужно смотреть, нужно анализировать обратную связь. И тогда, когда выйдет результат, результат можно анализировать. И тогда уже смотреть и думать, ваше это или нет, стоит этим заниматься или нет. Надеюсь, мой ответ дал вам небольшое представление о том, куда и как вам двигаться, к чему стремиться. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения. Продолжение следует...